Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Горячий Львов. Кто взорвал и расстрелял из автомата внедорожник с пассажирами? Вердикта три года ждут. На сколько лет накалидовал глава сельсовета, погоревший на взятке за аренду водоема? Кто кому похищенный? О чем рассказала супруга задержанного в Доминикане бывшего мэра Херсона? Бессонная лощидовка. В Одесской области судят члена цыганской общины подозреваемого в убийстве ребенка. Кадровые ротации на Банковой. В администрации президента новый руководитель. Это Игорь Райнин. Интересно, что и предшественник его тоже без работы не остался. Чего ожидать от этих рокировок узнаем у Елены Зориной. Слухи о новом руководителе администрации президента и отставки действующего просочились в прессу еще утром. К обеду глава государства собирает совет реформ. Говорит об инвестициях необходимости ускорить приватизацию и упрощение жизни для предпринимателей. А затем снова возвращается к инвестициям. Но акцентирует внимание уже на менеджерах, которые смогут привлечь тех, кто готов вкладывать деньги. Эту задачу поручает главе администрации президента Борису Ложкину. Тут же принимает его отставку с этой должности и назначает секретарем национального инвестиционного совета. Борис Ложкин возглавлял администрацию президента более двух лет. Пришел на банковую. В июне 2014 по слухам не раз порывался уйти в отставку. Мол устал. Но сам теперь уже экс-глава администрации утверждает наоборот полон силы и энергии. И продолжит работу в президентской команде. Кто-то там писал или говорил, что Ложкин втомился. Наверное, я чувствую на снах сделать очень большую инвестиционную работу и сделать так, чтобы Украина стала мягкой для иноземных инвестиций. Сменил Ложкина на должности главы АП. Харьковский губернатор Игорь Райнин. Теперь его задачи более масштабные на уровне страны. И их Порошенко уже озвучил. Это детинизация экономики, борьба с коррупцией, реформа госслужбы и привлечение инвестиций. Райнин утверждает, к выполнению готов. Тем более, что и предшественник сделал немало. Я приходу в установку, которая хорошо функционирует, которая находится в таком режиме рабочем. И это дополнительная ответственность на новое руководство администрации президента Украины. Елена Зурина, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер. Новый глава администрации президента Игорь Райнин. Харьковчанин. Ему 43. В Харьковской области областной администрации Райнин проработал в общей сложности 10 лет на различных должностях. После революции достоинства он стал первым замом губернатора. Позднее его назначили в администрацию президента. Почти три месяца он был заместителем ушедшего сегодня в отставку Бориса Ложкина. И 3 февраля прошлого года он снова вернулся в область для того, чтобы ее возглавить. Новый глава администрации президента Игорь Райнин сегодня у нас в студии. Игорь, добрый вечер. Я даже не знаю, если честно, поздравлять вас или нет. Вы сами как расцениваете эту ротацию? Это карьерный рост или это такой снег на голову, который вам помешал заниматься хозяйством Харьковской области? Добрый вечер всем. Я могу сказать, что это большая ответственность. И у нас хорошая команда под руководством президента Украины. Поэтому действительно в президентской команде происходят ротации. Это абсолютно нормальный процесс. И сегодня принято решение, что я нужен здесь, я нужен на этой посаде. И мы будем работать и ради Украины двигаться вперед. Вот это так, как я ощущаю сегодняшнюю ситуацию. Работы очень много. И много проблем, много задач. И мы сегодня уже начинаем их разрешать и формировать алгоритм действий, как будем двигаться дальше. Чудесно. Много проблем, что вы имеете ввиду. Вы уже успели как-то с наследством ознакомиться? Много проблем. Но ждут какие-то реформы, какие-то конкретные изменения? Я думаю, много реформ инициировано президентом Украины. Это и реформы по борьбе с коррупцией, это и реформы децентрализации и вопросы детонизации национальной экономики. И реформы в оборонной сфере. Можно много перечислять. Сейчас стоит задача основная. Довести их до реализации так, чтобы люди увидели, так, чтобы люди это почувствовали. Я думаю, что будет активизация процессов. Я в этом уверен. По крайней мере, президентом Украины четко поставлена задача, что люди должны ощутить реформы как можно быстрее. И мы будем очень активно над этим процессом работать. Это основная задача, которую формулирует президент. Президент формулирует задачу ответственность глав местных администраций, больше общения с людьми, больше конкретных действий, меньше разговоров и, главное, результат. Ну вот вы сегодня, мы только что видели, сказали, что за вас должны говорить ваши дела, а не слова. Через 100 дней какие ваши дела нам о вас скажут? Вот вы себе как-то видите этот план? Через 100 дней приду в вашу студию, мы конкретно уже поговорим те реформы, которые мы будем делать. И я готов буду отчитаться за каждое свое слово. Я могу сказать, что администрация президента будет работать в полной коммуникации с кабинетом министров и с украинским парламентом для того, чтобы как можно быстрее сдвинуть реформу. Это главное сегодня, чтобы люди почувствовали результат от реформ. Вы сегодня приехали в Киев, да? Сколько заняла дорога? 4,5 часа. 4,5 часа. Вы ехали 4,5 часа принимать на себя, вступать в должность главы администрации президента. Вот три задачи можете сформулировать? Основные, которые крутились в вашей голове эти 4,5 часа, потому что я не поверю, что вы об этом не думали. Ну, давайте так. Сегодня был Национальный совет экономических реформ, на котором рассматривались вопросы инвестиционной политики, на котором рассматривались вопросы д регуляции и ряд еще вопросов, связанных с экономической реформой. Поэтому, в первую очередь, в голове у меня крутились те моменты, которые были сегодня рассмотрены. И очень важный момент, который вот и в вашем сюжете был, это активизация работы Национального инвестиционного совета. Мы сегодня должны четко понимать, что без дополнительных финансовых ресурсов Украине будет сложно. Это одна из основных реформ, привлечь дополнительные финансовые или, как принято говорить, инвестиционные ресурсы в экономику региона. Поэтому, по дороге в Киев, вот это были основные, скажем там, моменты, о которых я думал или рассуждал, когда была такая возможность. А относительно стратегии работы в администрации президента, я могу сказать так, что будет полная преемственность в работе. Борис Ложкин создал очень эффективную систему управления и хороший плотный подбор кадров. Была различная информация относительно ухода заместителей, в частности Алексея Филатова, который занимается судебной реформой. Алексей Филатов остается работать, это выдуманная история и очень хороший такой психологический климат в коллективе и очень хороший подбор кадров. Поэтому я говорил на брифинге и сейчас могу сказать, что я прихожу в абсолютно комфортную рабочую организацию, которая эффективно работает. Вот это главное, так что нужно действовать. А на кого оставляете область? В Харьковской области хорошая команда, я горжусь Харьковской командой и полностью в них уверен. Все будет определять президент, окончательное решение только за президентом. Что касается моего предложения, я буду предлагать человека из нынешнего руководства Харьковской областной администрации. Все остальное позже. Хорошо, удачи вам. Спасибо. Игорь Райнен был у нас в студии, но вы глава администрации президента. Три человека погибли в результате взрыва во Львовской области. Кто устроил эти кровавые разборки и на кого охотились, выясняла Галина Якушко. Кортеж из трех автомобилей выехал из села и направился к трассе. Дорога шла через лесопосадку. Неожиданно прогремел взрыв. В кортеже были два одинаковых бронированных Мерседеса и Нива. Мерседес, который шел первым, подвесила на 12 метров вверх. После этого неизвестные открыли огонь из автоматов. В Ниве и второму Мерседесу удалось уйти. Селяне говорят, взрыв был мощным. Очень голосно, потому что сигнализация там в конце машинах спортировала. С конца села. Там был выбух, а тут сигнализация спортировала. Ну, автоматные черги, я слышала, но было, наверное, черг 5-6. Известно, что все три машины служебные, принадлежат Львов-хладокомбинату. В кортеже ехал глава наблюдательного совета компании Богдан Копытко. Он был в последнем Мерседесе. В первом ехали охранники. Трое из них погибли. Еще один в больнице. Состояние не тяжелое. По нашим данным, Копытко в основном живет в Праге. В старом селе у него родители. В старом селе у бизнесмена настоящая усадьба. Небольшой дом, за каменным забором ухоженная территория. Сейчас там только охрана. Возле дома мы встретили адвоката компании. Попытались получить комментарий. Ответ был немногословным. Скажите, пожалуйста, он имеет право на приватное жизнь? Я могу поспілкуваться с людьми. И я вам тогда дам все комментарии. Скорее всего, покушались именно на Богдана Копытко. Во Львове его знают как криминального авторитета. Полиции считают, что в регионе идет борьба за сферы влияния. И этот инцидент – результат криминальных разборок. На месте происшествия правоохранители нашли несколько использованных магазинов. От автоматов и даже гранатомет. Правда, не разряженный. После взрыва на месте образовалась большая воронка. Устройства привели в действие дистанционно. Я работала по сигналу. Выбухивка, больше всего, была закладена под дорожное полотно, под асфальт. Только на месте пригода выявили проводки, которые были подъедены до выбухового происшествия. Кто стоит за покушением, в полиции выясняют. При этом отмечают, злоумышленники готовились очень тщательно. Теперь заниматься этим делом будут правоохранители из Киева. В ближайшие дни они приедут во Львов. Галина Якушко, Юрий Голыбенко. Подробности телеканал Интер Львовская область. Вердикта три года ждут. В Черновцах сегодня судили бывшего председателя сельсовета. В 2013 он попался на солидной взятке. Требовал больше 100 тысяч долларов за аренду местного водоема. Почему это дело так затянули и огласили ли сегодня приговор? Узнаем от Ольги Поломарюк. Председатель Каменского сельсовета попался на взятки в феврале 2013-го. Василий Гидора требовал 130 тысяч долларов у львовского предпринимателя за возможность взять в аренду на 49 лет озеро, дамбу и 2 гектара земли возле водоема. Взяли Гидору, когда он получал деньги в собственном автомобиле. Суд признал чиновника виновным, но отпустил под залог 114 тысяч гривен. И уже через несколько дней взяточник снова сидел в своем рабочем кабинете. Прокуратура подала апелляцию с требованием вернуть Гидору за решетку. Этого требуют и активисты, которые пришли на судебное заседание. В 2013 году был вырок уже Кисминского суда, и он был более-менее справедливый. Почему глава суда выносил сам в собственность этот вырок? Наверное, свои договорники, как говорят. Сам Гидора все обвинения отрицает, мол, его подставили. Купри Морослав, который написал против меня заявку, что я требую у него хабара, не появился как на суд первой инстанции, так и апелляционный суд. Он не дал доводы, почему он написал такую заявку, какая у него цель была. Судьи уходят в совещательную комнату, через три часа возвращаются и оглашают приговор. Гидору признают виновным. Общественные активисты приговором удовлетворены, но уверяют, дел в Каменной еще много. Из зала суда Гидор увозят в СИЗО, имущество конфискуют. Пожалуй, это едва ли не единственный случай, когда чиновника-взяточника, пускай и через три года, но все же посадили за решетку. Ольга Паломарюк, Игорь Рига, подробности телеканал Интер Черновцы. И еще один взяточник попался в Закарпатье, там задержали начальника управления соцзащиты села Дубовое. Этот чиновник, угрожая увольнением, требовал деньги у своей подчиненной. Чтобы не остаться без работы, женщина каждую неделю заносила своему начальнику по 500 гривен. И так в течение полугода набежало 13 тысяч. Но, видимо, сумма эта его не впечатлила, и он стал требовать деньги еще и у сына своей подчиненной. Во время передачи трех тысяч гривен вымогателя задержали. За злоупотребление служебным положением под домашним арестом оказался бывший зам мэра Днепра. Почти две недели назад в интернете появилась информация о том, что чиновник объявлен в розыск. В прокуратуре имя его не называли, хотя на странице МВД можно было найти имя Анатолия Крупского. Речь идет о передаче в частную собственность более 200 объектов коммунальной недвижимости, которые по хитрой схеме сняли с баланса ликвидируемых ЖЭКов. Также Крупский якобы не проконтролировал обязательные выплаты в городской бюджет фирмами-застройщиками. В результате всех этих махинаций город недополучил почти 30 миллионов гривен. 9 серпня он самостоятельно появился к следственному органу, где ему было сообщено о подозрении, после чего сопровождено до Жовтного районного суда, обмежено его судом в ночный час. Это означает, что в ночный час он не может пересуваться. Что скрывает банковская тайна? Автоматический обмен налоговой информации, на которую подписались швейцарские банки, не касается нашей страны. То есть выдавать Украине подозрительных вкладчиков Швейцария отказалась. В чем причина такого недоверия, разбирались наши корреспонденты. Швейцарские банки – надежные банки. Уже очень давно финучреждения этой страны ассоциируются с конфиденциальностью и устойчивостью. Но главная цель современного западного мира – сделать международный бизнес прозрачным. И страны, которые не хотят попасть в черные списки, организации экономического сотрудничества и развития, открывают свои банковские тайны. Будут обмениваться информацией о своих подозрительных вкладчиках, чтобы противодействовать уклонению от уплаты налогов. Но вот обмен такой может быть не обоюдным. И, естественно, партнера в этом деле Швейцария выбирает очень аккуратно. Первое требование, которое Украина не может выполнить перед Швейцарией – это обеспечить сохранность полученной от Швейцарии информации. Если Украина докажет, что она имеет возможность безопасно хранить эту информацию в налоговых органах, тогда Швейцария сможет предоставлять. Но я думаю, что, как говорят сами швейцарцы, они не верят, что Украина не в 2017, не может быть даже в 2018 году сможет обеспечить выполнение таких требований. Сама Украина, между прочим, до сих пор не присоединилась к процессу автоматического обмена налоговой информации. Если не сделает это в ближайшее время, это приведет к экономическому падению, уверяют эксперты. Могут с 1 июля 2017 года ограничить перемещение и движение капиталов на зарубежных счетах украинских физических лиц и компаний. Тогда наступит большой Армагеддон, потому что это и проблема, может быть, с выплатами по каким-то долговым обязательствам, но даже, возможно, где-то и тормознется импорт. Проблема отказа Швейцарии предоставлять нашей стране информацию кроется не только в недоверии к Украине, уверяют политические эксперты. Но юристы уверены, если какой-нибудь богатый чиновник накосячит и его дело дойдет до суда, то Швейцария охранять информацию о его счетах не станет. Автоматический отказ в раскрытии не означает, что в случае наличия конкретных уголовных производств и конкретных запросов такая информация не будет предоставляться. Кого спасать, страну от кризиса или богачей от разорения, решать украинской власти, говорят эксперты. Ведь для того, чтобы включиться в этот процесс, необходимо провести налоговую реформу и создать такую базу хранения информации, которой ни у кого не будет вопросов. Ольга Теребинская, Евгений Каминский, подробности, телеканал Интер. Экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко не имеет официального статуса подозреваемого и следственные действия против него незаконны. Об этом сегодня заявили адвокаты беглого чиновника времен Януковича. Подозрение ему не вручено. Об этом говорил суд в феврале 2016 года. На это указал суд в августе 2016 года. Мы связались с ГПУ, где нам подтвердили, что Клименко действительно не имеет статуса подозреваемого по делам, которые ему инкриминируют. Мы также отправили в ведомство запрос, и теперь ждем более детального комментария по этой теме. И, конечно же, мы к ней еще вернемся. Неожиданными деталями обрастает история с задержанием в Доминиканской республике бывшего мэра Херсона, а ныне депутата горсовета от партии «Наш край» Владимира Сальда. Его супруга выложила в интернет видеообращение со встречными обвинениями в адрес Дениса Пащенко, который ранее заявлял о своем похищении охранниками политика. Любовь Сальда уверяет, что жертва на самом деле это ее муж. Якобы его похитили еще в июне, пытали, держали в наручниках и с мешком на голове. А организатор похищения это тот самый Пащенко, который обманным путем присвоил имущество родственников политика. Женщина рассказывает, что лично у нее украли сейф и два автомобиля. И все это время она только переписывалась с мужем, а на связь он вышел уже после своего задержания полиции Доминиканы. И рассказал ей, собственно, всю историю своего похищения и ареста. Мол, его почти 50 дней удерживал в плену сообщник Пащенко, некий болгарин, который впоследствии и освободил Сальда. Мы попытались связаться и с самим Пащенко, но безрезультатно. Тем временем адвокаты Сальда в Доминиканской республике готовят встречный иск против Пащенко относительно похищения политика. А вот в Украине полиция уже взялась расследовать это дело. Открыто уголовное производство по заявлению Любови Сальда. Пока от комментариев силовики отказываются. Мы также обратились в СБУ, там еще в начале августа начали проверять записи разговоров этого политика, на которых он якобы признается в сотрудничестве с российским ФСБ. Есть ли результат? Пока не ясно. Ждем ответа службы безопасности на этот запрос. И я напомню, что у Владимира Сальда задержали 19 августа в Доминикане. Его подозревают в похищении человека. Сейчас он под арестом на три месяца. НАБУ объявила в розыск мать одного из главных фигурантов так называемого газового дела, экс-нардепа Александра Онищенко. Соответствующая информация появилась на сайте антикоррупционного бюро. Инессу Кадырову подозревают в причастности к созданию преступной организации, присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, легализации доходов, полученных преступным путем, а также в фиктивном предпринимательстве и подделке документов. Кроме Кадыровой НАБУ объявила в розыск еще семь человек. Все подозреваемые фигурантами так называемой газовой справы Онищенко. До совершения преступления причинены 20 человек. В этом преступлении были лишь 12 человек. 13-й, в частности, это Александр Онищенко, которому подписана подозрева. Он находится сейчас за межами Украины. Решта семь человек. Это как раз те люди, которые оголошены в розыск. Бессонная Лощиновка. Межэтнический скандал в Одесской области набирает обороты. Я напомню, после убийства ребенка и последовавших за ним цыганских погромов, свое слово сказали ромы. Покинут ли они этот поселок? И как прошло сегодняшнее заседание суда над подозреваемым в убийстве членом их общины? Подробнее Андрей Анастасов. Анонсированное на сегодня выселение ромов из Лощиновки так и не состоялось. С утра местные власти подготовили транспорт, чтобы цыганские семьи могли забрать и вывезти свои вещи. Полиция обеспечила коридор безопасности, но ромы, которые успели сбежать перед началом погромов, так и не появились. Никто не будет приезжать, потому что, наверное, те вещи, которые необходимы были, они забрали. Полиция все равно остается, пока ситуация до конца не будет объяснена. А вот в ромской общине несостоявшийся переезд объясняют иначе. Дескать, никто не приехал за вещами, чтобы таким образом не узаконить неправомерное, на их взгляд, выселение цыганских семей. Во-первых, им некуда эти вещи забирать. Во-вторых, это будет прецедент для того, чтобы, ну, сегодня в одном селе давайте выгоним, завтра других, потому что так захотели местные власти. Именно местных чиновников ромы обвиняют в разгоревшемся конфликте и даже готовят судебные иски. Мол, все это время власти не обращали внимания на преступную деятельность отдельных цыган, а полиция или не хотела, или просто не контролировала ситуацию. Нет людей в районах, именно в самых дальних удаленных уголках, это вот как село Лощиновка, там нет полиции, там нет участкового. Почему-то все пришли, когда уже все случилось. Напомню, волнения начались после того, как в селе была убита и, возможно, изнасилована 9-летняя девочка Ангелина. Когда местные жители узнали, что подозреваемый ром по национальности, то пошли крушить дома цыган. А после на общем собрании и сессии сельсовета приняли решение выселить всех ромов из Лощиновки. Пусть люди будут хозяевами здесь и все. Если они делают беспредел, продают наркотики и все подряд, зачем тогда такие жители им нужны? Тем временем суд в Измаиле сегодня избрал меру пресечения для Михаила Чеботаря, того самого подозреваемого в убийстве девочки. 21-летний парень останется под стражей как минимум на 2 месяца без права внесения залога. Что же касается изгнанных из Лощиновки цыган, то их временно приютили родственники в соседних селах и городах. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Критическая ситуация сложилась в системе здравоохранения и соцзащиты Одесской области. Так считает Мария Гайдар, бывший замгубернатора Одесской области, а ныне депутат областного совета. Эмоциональное сообщение она опубликовала на своей странице в Фейсбук. Политик возмущена тем, что в области прекращены выплаты детям участников АТО. Не решается жилищный вопрос инвалидов-переселенцев с Донбасса. Остановлено финансирование важных международных проектов. Два года Иловайской трагедии. Сегодня в Киеве на Михайловской площади поминали погибших во время этих страшных событий. Следствие по Иловайску все еще не завершено. Напомню, по данным военной прокуратуры, во время выхода через так называемый «зеленый коридор» погибли более 300 украинских воинов. С теми, кто выжил, говорила сегодня Ирина Маглай. Эти кадры Георгий с коллегами-журналистами снял ровно два года назад. Тогда их джип чудом вырвался из Иловайского котла. В освобожденные от боевиков город заехали на полдня, до снять сюжет. В итоге вместе с украинскими военными попали в ловушку. Мы заехали в фактически мышеловку, которая закрывалась в тот момент. То есть, сразу после нашего заезда, было российское вторгнение, и Иловайск выявился полностью отрезанным. Эти дни, говорит журналист, помнит поминутно. И договоренности о «зеленом коридоре». Но в последний момент условия изменились. От украинских армейцев противник потребовал выйти безоружными. Муж Татьяны, боец батальона «Херсон», не вернулся из-под Иловайска. Он был в одной из двух колонн, которые шли через обещанный «зеленый коридор». Погиб от пули снайпера. Самое тяжелое теперь – видеть осиротевшую дочь, говорит вдова. Важно объяснить детине, что дату никогда не повернется. Когда она выходит на дверь играть, когда она смотрит, как родители играют со своими детьми, это очень тяжело. Конечно, хотелось, чтобы вы не особо понесли покарание. Кто виноват в Иловайской трагедии? На Михайловской площади сегодня об этом говорили немного. Здесь поминали погибших. И не скрывали радости от встречи с теми, кому посчастливилось тогда выжить. Подразделению Андрея так и не удалось тогда прорвать окружение. Вспоминает, как попали под минометный обстрел, заняли круговую оборону, ждали подкрепления от своих. У нас раненые уже начали гноиться, а русские пообещали их передать в буферную зону. Когда их передавали, нас захватили. Потом был год плена. Вернувшись домой, Андрей решил встать снова в строй. Расследование событий под Иловайском, когда украинские силы понесли самые большие потери за время АТО, продолжается. По последним заявлениям военной прокуратуры, при выходе из котла погибли более 300 человек. Свыше 200 получили ранения. 128 попали в плен. 158 до сих пор остаются пропавшими без вести. Всеволод Стеблюк тогда на своей машине вывозил под обстрелами расстрелянных армейцев. У нас каждый третий погиб, каждый другой получил ранения. И две третины из тех, кто выжил, пришли через баллон. Следствие еще не закончено. Но по заявлениям главного военного прокурора Анатолия Матиоса в начале этого года уже установлено, украинская армия противостояла 13 тысячам российских военнослужащих, которые вторглись на территорию Украины. Ирина Баглай, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. Минометы, гаубицы и танки применяют боевики на Донецком направлении. Счет арт-обстрелов украинских позиций идет на десятки. Около полусотни мин противник этой ночью выпустил по расположению наших военных в районе поселка Луганское. Подробнее о ситуации там расскажет Ярослав Кричко. Пока тихо, не лазят там. Такие слова на окраинах Луганского можно услышать только днем. Для украинских военных самое время перевести дух после ночных боев. Последние сутки, последние двое суток они очень сильно активизировались, работали по нашим позициям. БМП, работала артиллерия по нашим позициям. То есть 80-й, 120-й калибр. В прицел своего старенького, но надежного пулемета Максим, боец с позывным «Мыслывец» не раз видел, откуда именно стреляет артиллерия боевиков. Но у военных на позициях только разрешенное минскими договоренностями оружие. Видим довольно-таки очень хорошо и расстояние, и по часам на сколько работают. Ну и естественно с автомата мы туда не достанем. Наблюдаем то, что они подтягивают технику, то есть бронеобъекты, БМП, танки. До этого танков не наблюдалось, сейчас наблюдается шум техники, и визуально тоже видим танки. Боец с позывным «РАД» когда-то также управлял танком, но теперь украинская запрещенная броня в тылу, а он на передовой переквалифицируется в водителя боевой машины пехоты. Я всю жизнь связан с техникой, так что мне тонкости объяснили, я собственно все понял. Все, да, мне тонкости, а ехать это все, это не проблема. Труднее, говорит инструктор Александр, отработать слаженность всего экипажа БМП. И уже вечером, как обычно, учения останавливают, ведь ночью боевики усиленно обстреливают украинские позиции. Ярослав Кречко, Александр Данилов, подробности, телеканал «Интер». Германия, Франция и Польша недовольны процессом реализации минских договоренностей. Об этом заявили главные дипломаты этих стран после встречи в формате веймарского треугольника. Общую позицию выразил министр иностранных дел Германии. Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что переговоры в нормандском формате будут продолжены, но Берлин и Париж хотели бы видеть больше прогресса. Мы должны дальше добиваться деэскалации, соблюдения режима прекращения огня и компромиссов по политическому пакету. Это трудно, но необходимо, чтобы стороны были готовы идти на уступки. Кто возглавит объединенные нации? В Совете Безопасности ООН сегодня попытаются выбрать нового генерального секретаря. Кто заменит Пангимуна и кого поддержит Украина? Мой коллега Дмитрий Анопченко выяснял, чьи фамилии в списке фаворитов. ООН на пороге больших перемен. Нынешний генсек Пангимун 10 лет руководил организацией, но 31 декабря он покидает свой пост, а значит Совету Безопасности, куда входит теперь и Украина, предстоит выбрать его преемника. Одного, может быть, двух человек, за которых потом и голосовать всем странам мира. Кандидатов пока что 10. Сегодня третий раунд. Голосуют за них в обстановке строжайшей секретности, и это даже в самой ООН частенько критикуют. Мол, нужно больше прозрачности. Но пока что все происходит за закрытыми дверями. И ни сами претенденты, ни даже члены Совета Безопасности не знают, кто кого поддержал. Представители стран, входящих в Совбез, просто отмечают в бюллетенях. Поддерживаем, не поддерживаем, мнения нет. В этой ситуации каждый голос на счету. Вот почему присутствие Украины в Совете Безопасности с 1 января будущего года страна и вовсе его возглавит настолько важно. Уходящий генсек Пангимун достаточно часто не очень четко формулировал позицию и Организации Объединенных Наций свою личную по конфликту на Донбассе. И Киев его за это откровенно критиковал. Ну а теперь с позицией нашей страны должны считаться. Ведь иначе претенденты не получат ее поддержки. При этом у Лондона, Пекина, Москвы, Парижа и Вашингтона вообще есть право вета. Возможность забраковать любого кандидата. По информации, которая просачивается из зала заседаний, фаворитов пока что два. Экс-премьер Португалии Гутерриш и экс-президент Словении Тюрк. Болгарка Ирина Бокова, которую, как неофициально признаются дипломаты, очень хотела бы видеть в этом кресле Россия на третьем месте и практически непроходная. Официально Совбез будет воздерживаться от комментариев до самого последнего момента, пока не определится с кандидатурами. А вот неофициально дипломаты признались нам. Процесс происходит очень сложно. Ведь в условиях нынешних напряженных отношений между странами непросто выбрать кандидатуру, которая устраивала бы всех. А это означает, что вполне возможно, в списке из 10 человек, в нынешнем списке появятся и новые фамилии, в том числе и весьма неожиданные. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. ТОЧКИ НАТОИ Письмо это опубликовала коллега Щетинина Ольга Мещерякова на своей странице в Фейсбук. В нем Щетинин пишет о планах уйти из жизни, о тоске по дочерям и просит рассказать всем о своей любви к Украине и к украинцам. Напомню, журналисты и основатели информационного агентства «Новый регион» нашли застреленным в собственной квартире в ночь на воскресенье. На данный момент следствие рассматривает две версии. Это самоубийство и умышленное убийство в результате профессиональной деятельности. Назначен ряд экспертиз, которые помогут подтвердить либо опровергнуть версию суицида. Суд по делу Кернеса опять не состоялся, не явился сам подсудимый харьковский мэр. Как сообщили адвокаты, состояние здоровья Геннадия Кернеса ухудшилось, и сегодня ему должны сделать срочную операцию в Израиле. Слушания не могут возобновиться уже почти два месяца из-за плохого самочувствия Кернеса. Напомню, в Харьковскому городскому голове предъявлено обвинение в пытках, похищении и угрозе убийства. В январе 2014 года активисты Евромайдана Сергей Риполов и Александр Кутянин заявили о том, что охранники Кернеса их похитили, избивали, и к этим истязаниям якобы присоединился и сам грандначальник. Следующее судебное заседание назначено на 26 сентября, я уверена, что оно состоится. И будет продолжать слушаться данное дело с вызовом свидетелей и допросом в судебном заседании. Родственники погибших 2 мая на Куликовом поле в Одессе обратились в Европейский суд по правам человека. За два года расследования в украинских инстанциях дело так и не сдвинулось с места. Почему адвокаты потерпевших считают, что дело преднамеренно блокируют? Разбирались наши корреспонденты. Шесть погибших активистов в центре Одессы и 42 в Доме профсоюзов. И вопросов по этим трагическим событиям двухлетней давности до сих пор больше, чем ответов. Если по первому эпизоду идет суд, среди обвиняемых два десятка антимайдановцев, то по второму, а это пожар на Куликовом поле, тянется до судебного расследования. На годовщину трагедии родственники погибших и правозащитники недоумевали. Есть люди, которые выжили в здании профсоюза. Есть свидетельства очевидцев. Есть съемки, предоставленные в следственное управление. Однако, то мы узнаем, что потеряли диски со съемками, то не теряют показания свидетелей. Сегодня родственники погибших отказываются говорить на камеру. Боятся давления и угроз. С исками о затягивании дела не раз обращались в украинские суды. Решений до сих пор нет. Теперь вся надежда на международные. С помощью адвокатов и депутатов обратились в Европейский суд по правам человека. Государство не обеспечило безопасность граждан, и их право на жизнь было подвергнуто серьезным угрозам. Вот от чего и произошла массовая гибель людей. Кроме всего прочего, то, что государство не выполнило свое действие, теперь оно не обеспечит эффективное расследование этого преступления. Именно эпизода по Куликовому полю. Мы считаем, что сегодняшняя власть не заинтересована в объективном и справедливом расследовании этой трагедии. Это намеренно блокируется власть, и мы это видим. Намеренно проводятся мероприятия следственные, которые отдаляют направление этого дела в суд. То есть практически мы видим, что идет саботаж. И, к сожалению, у нас есть все основания так утверждать. Почему тогда правоохранительные органы и власть бездействовали, и сегодня, спустя два года после трагедии, ни одного подозреваемого? Депутаты от оппозиционного блока обращались с официальными запросами ко всем правоохранительным органам, но получали лишь формальные ответы. Теперь они снова призывают власть провести прозрачное расследование, не дожидаясь решения Европейского суда, и обещают держать дело на контроле. Сегодняшняя власть, она практически ничего не делает для того, чтобы объективно и справедливо провести расследование этой страшной трагедии. Поэтому мы будем рядом с этими людьми, мы будем им помогать для того, чтобы правда восторжествовала. Материалы этого дела еще раньше отправили в Международный уголовный суд в Гааге, который рассматривает преступления против человечности. В настоящий момент в Международном уголовном суде находятся материалы по событиям на Майдане независимости в феврале 2014 года. И мы считаем, что события в Одессе являются также эпизодом неразрывным с событиями на Майдане. Предпосылки у этих событий на самом деле были одинаковые. Ну и, соответственно, последствия, трагические последствия тоже. В Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд адвокаты представили всю доказательную базу. Видеоматериалы, письменное свидетельство очевидцев, ответы на запросы. И считают, такие иски могут быть рассмотрены в течение двух-трех месяцев. В результате Европейский суд может обязать Украину провести объективное расследование, а в противном случае подвергнуть санкциям. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. На Грибовицкую свалку во Львовской области не будут свозить мусор, спрессованный в брикеты. Из них хотели соорудить подпорную стену под огромной кучей отходов. Такой проект рекультивации разработали чиновники Львовской мэрии. Но жители сел Малехов, Дубляны и Грибовичи выступили с протестом. Они не хотят, чтобы мусор вообще свозили больше на полигон. На минувшей неделе люди в очередной раз вышли на акцию и перекрыли трассу на 8 часов. Они требовали, чтобы к ним приехал мэр Андрей Садовой, но он так и не появился. Не приехал на сегодня. На разговор с местными жителями отправил свою подчиненную. Громады наших трех сил категоричны. И мы стараемся этот месседж послать сегодня нашему мэру, потому что мы с ним говорим на разных мовах. Робочая группа мае проанализовать эти проекты, которые работают. Они имеют для этого 5 дней. Вызначить приоритеты. Какие у них есть вопросы, также вызначить. Напомню, в начале лета на Грибовицкой свалке произошел пожар. Во время тушения гора мусора рухнула. Под завалами погибли три спасателя. А тело работника коммунальных служб так и не нашли. И новость последнего часа. Сотрудника одной из местных прокуратур в Киевской области задержали на взятке более 375 тысяч гривен. Об этом сообщают в ГПУ. За что он требовал деньги, информации об этом пока нет. Решается сейчас вопрос об аресте задержанного. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. В данный момент следственные действия ведутся в нескольких местных прокуратурах, а также в аппарате прокуратуры Киевской области. В Запорожской области солдат расстрелял солдат. Это произошло на территории воинской части 79-й десантно-штурмовой бригады. Боец открыл огонь из автомата Калашникова прямо в казарме. Очередь он выпустил в 26-летнего снайпера, который спал. Стрелка сразу же задержали. Известно, что это житель Днепра. Ему 29 лет. Он должен пройти сейчас медэкспертизу на вменяемость. Через месяц и погибшие, и стрелявшие должны были уволиться в запас. Шесть куль потрапало в тело, одна прошла наскресь. На данный час Матыовщина, Злощина устанавливается. Обостряется ситуация на Мариупольском направлении. Боевики не прекращают артобстрелы. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы Красногоровки неподалеку от Донецка. Из минометов и тяжелой артиллерии боевики били по поселкам Толоковка и Широкино под Мариуполем. Все подробности в сюжете. Бои в Широкино идут и днем, и ночью. Как только садится солнце, вражеские артобстрелы становятся интенсивнее. По нашим морпехам летят мины, пули и даже крупный калибр. Этот опорный пункт на окраине поселка прямо перед позициями неприятеля. Три часа подряд наши солдаты отбивают атаки боевиков. Кто стреляет, кто заряжает патроны. Работы для всех хватает. Командир опорного пункта уже вторые сутки на ногах. Передохнуть просто некогда. У них есть шквал огня беспрерывный. Раз замовчали, призарядились и обратно в шквал огня. Это по учебнику. Мини-арт налет, шквал огня, прикрытие арт налетом, отход. То есть они отрабатывают на нас. Канана достигает только к полуночи. Противника едва удалось утихомирить ответным огнем. Но уже на рассвете на той стороне начинается движение. Чтобы не поймать пулю, Илья ведет нас к наблюдательному пункту по траншее. Время от времени с позиции боевиков раздаются пулеметные очереди. Скорее всего, это провокация, говорят наши морпехи. С утра на той стороне работают наблюдатели ОБСЕ. Або куда-то их девать оттуда, або нам куда-то деваться. Потому что тоже сидите просто. А это несправедливость, что они не уходят. И мы толком не наступаем. Это уже оттуда, ей-богу. Потом, знаете, внутренняя злость какая-то начинает выплескиваться на остальных, на своих же. Наши морпехи едва сдерживаются, чтобы не пойти вперед. С восточной окраины Широкино до противника всего лишь 500 метров. Но такого приказа пока нет. Александр Пантелеймонов, Станислав Кухарчук, Даниэль Косаковский и Игорь Щепет. Подробности в телеканал Интер. Польша меняет правила трудоустройства для украинцев. Со следующего года разрешение на работу будут выдавать не работодатели, а госорганы, точнее районное бюро труда. А все из-за того, что заявок подают больше, чем вакансий. Поэтому часть из них попадает на черный рынок. С нового года разрешение в бюро труда будут выдавать автоматически. Но благодаря регистрации их подлинность будет проще проверить. Час икс для узбекской власти. Что происходит в политической жизни республики после сообщений о резко ухудшившемся состоянии здоровья президента? Кому может достаться высший пост? Подробнее Данил Русаков. О том, что избранный пожизненно президент Ислам Каримов госпитализирован с инсультом, сообщило государственное телевидение. Информацию о состоянии здоровья главы государства по центральному каналу прозвучало впервые. Узбекистан находится на 157 рейтинге свободы слова. Иностранной прессы на территории страны практически нет. Национальная под жестким контролем. Насколько тяжелое состояние 78-летнего президента неизвестно, это дает повод для догадок. За все 26 лет, пока лидер находится у власти, о здоровье Каримова говорили либо хорошо, либо никак. По неофициальным данным, в 2013 у него был инфаркт, двумя годами позже непродолжительная кома. Младшая дочь в соцсетях сообщила, отец в реанимации попросила уважать право семьи на частную жизнь. Уже точно известно, 1 сентября в день 25-летия независимости Узбекистана с главной площади страны Каримова по телевизору не покажет. Между тем, политологи и журналисты строят догадки, кто может занять кресло бессменного главы Узбекистана, если все пойдет по трагичному для него сценарию. Формально у Каримова сразу два преемника, старшая и младшая дочь. Последняя Лола прежде позиционировала себя как сторонница традиционных ценностей, состоит в браке, вся ее общественная активность сводилась только к патронажу узбекского спорта. Куда более громко, несколькими годами ранее, о себе заявила старшая дочь Гульнара. Она успела поработать послом в Испании, а также была фигурантом уголовного дела о коррупции в Швеции. Запомнилась Каримова и своими творческими способностями. Небо молчит, нет ни звезды, лишь пустота. Но примерно в 2013 отношения отца и старшей дочери резко испортились. Гульнара исчезла из публичной жизни. По некоторым данным, отец поместил ее под домашний арест, где она, скорее всего, и пребывает до сих пор. В случае кончины Каримова его обязанности по закону будет исполнять председатель национального сената. А сейчас эту должность занимает Оли Можлиса. Он же теоретически может поучаствовать в досрочных выборах, которые при таком развитии событий состоятся через три месяца. Данила Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканала Интер. Зачем бельгийских мужчин заставляют носить на работу предметы женского туалета? И как Зорро устроил переполох в Лос-Анджелесском аэропорту? Об этом они только в нашем обзоре. Директор бельгийской компании по производству бюстгальтеров Игнас Ван Дорселар заставляет мужчин-подчиненных носить женское белье, а точнее надевать на грудь специальные накладки с грузом, чтобы сотрудники понимали, каково жить пышногрудным женщинам. Это позволит лучше понимать их потребности, уверен начальник. Ежедневно работники крепят к своей шее полуторакилограммовые тяжести. Смотрится это не слишком солидно, согласен Дорселар, но влияет на результат и качество работы. 323 оленя погибли в Норвегии из-за удара молнии. Зоозащитникам, которые наткнулись на трупы животных, пришлось усыпить 5 парнокопытных. У них были серьезные травмы. Мощный электрический разряд ударил в большое стадо. Трупы оленей находились в радиусе около 50 метров. Знатоки природы уже назвали случай уникальным. Одновременно от удара молнии столько животных еще не погибало. В аэропорту Лос-Анджелеса полиция задержала Зорро. Человек в черном костюме и шляпе, точно как у знаменитого героя, стал причиной паники и хаоса сразу в двух терминалах. Пассажиры якобы услышали выстрелы, палил, мол, Зорро. В аэропорту объявили тревогу. Всех из терминалов срочно эвакуировали. Тысячи пассажиров таки не смогли улететь, их попросили покинуть самолеты. В итоге полиция назвала тревогу ложной, но Зорро задержали. А вот рейс компании Air France из Парижа в Бамако задержали на 48 часов. Почти двое суток экипаж искал на борту мышь. Грызун перегрыз проводку и если бы лайнер все-таки поднялся в небо, без технических проблем не обошлось. Руководство Air France пообещало пассажирам солидную компенсацию, но напомнило, что безопасность прежде всего. На Мальте традиционно весело отпраздновали День Святого Джулиана, покровителя одноименного города. Местные жители и туристы соревновались, кто заберется на 10-метровую рею, прикрепленную к барже и сорвет флаг. Рею обильно смазали жиром, поэтому смельчаки скользили и падали в воду. Вот этому парню чудом уже во время падения удалось дернуть стяг. В честь победителя прогремели праздничные залпы. 12-летние мальчишки-футболисты Барселоны показали профессионалам, что такое фаерплей или честная игра. Победив в финале детского турнира сверстников из Японии, испанцы пошли всей командой утешать соперников. Японцы плакали от досады, а игроки юной Барселоны общались с каждым, обнимали и пожимали руки. Наш сайт подробностей.юэй и информация о том обновляется постоянно. Хороших вам новостей и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин